Ежедневное дежурство, видеокамеры и прожекторы по периметру. После пожара 196-й дом по Самарской улице превратился в хорошо укрепленную крепость. Истину о том, что друзья опознаются в беде, семья дворецких проверила на себе. Напомним, пожар случился 22 октября, когда хозяев дома не было. Пожарные друзья из велоклуба успели вовремя. Дом удалось спасти. Кто как может, чем помогает. То есть кто приезжал строить, кто деньгами. А здесь, собственно, строительный инструмент. Пожарные пока не огласили официальную причину. Потерпевшая сторона уверена. Дом подожгли. И хотя сгоревшую крышу заменили за один день, погорельцам до сих пор тяжело вспоминать о случившемся. Я на самом деле одним днем живу. Мы утром встаем с моей любимой женщиной, которая по совместительству моей женой является. Мы набрасываем на день какой-то план. На перспективу мы не... Частный дом дворецких остался последним на стройплощадке. По проекту компании «Новое время» здесь, в центре города, должен появиться многоэтажный жилой комплекс «Империал». Соседние постройки уже расселили и снесли. Камень преткновения – обитель семьи дворецких. Как только можно это по закону, как мы делаем переговоры, договариваемся. Застройщик предлагал деньги. Но, видимо, не сошлись по сумме. Переговоры идут до сих пор. Семья дворецких ставит условия – предоставить им другой участок под строительство. Раньше думали перенести туда свой старый дом. Но после пожара эта идея потеряла актуальность. Все пропахло дымом. Теперь, чтобы добраться до колонки с водой, жителям 196-го дома приходится пройти целую полосу препятствий. Пока дом потихоньку восстанавливают, на большом строительном участке уже начались работы. Улицу Самарскую оградили железным забором. Анастасия Зубарева, Алексей Золотенков. События.